Толпа людей в форме у дверей подъезда первого дома на улице 12-я санаторная жителей не пугает, радует. Полицейские, спасатели, сотрудники мэрии и приставы приехали выручать местных из коммунального тупика. Жилет с угловой квартиры на пятом этаже в доме не появляется уже несколько лет. Трубы завоздушило, по стояку у всех жителей вплоть до первого этажа жуткий холод. Дверь вскрыть позволили только по решению суда. Закрытое помещение соседей страшило. Вдруг трубы прорвет или газ взорвется. У меня больше всего волновало навес на балконе, потому что не знаю, что это такое. Сейчас убедились, что она довольно прочная конструкция и не упадет. А насчет того, что был взрыв газа, мы просто побоялись, что мало ли что. Здесь может быть какое-то неисправное оборудование или трубопроводы. Открыть дверь чужой квартиры, даже если она муниципальная и есть наниматель, а не собственник, не так просто. Существует целая процедура с понятыми и кучей документов. В квартире председатель местного ТОСа немедленно приступает к реанимации батареи. Недобросовестного нанимателя жилья не смогли найти ни полицейские, ни приставы. Где сейчас находится мужчина, неизвестно. В муниципальной квартире его ждут квитанции. К коммунальным службам он должен больше 300 тысяч рублей. После исполнения решения суда, когда коммунальные работы завершат, по закону на вскрытой двери нужно будет установить новый замок. Судебный пристав закрывает квартиру, печатывает ее и ключи передаются на сохранность иных организаций. А по данному исполнительному производству ключи будут храниться в администрации города Иваново, так как квартира принадлежит по соц. наему администрации. Поскольку нанимателя найти не могут, официально не могут и его выселить. Но у мэрии есть основания признать мужчину, утратившим право пользования. Жилец коммуналку не платит, помещение содержит в антисанитарных условиях. И этим создает неприятность другим жильцам. Сейчас следующий шаг у нас это решение вопроса по погашению задолженности. И я думаю, что у нас в городе есть много людей, которые хотели бы получить квартиру. Эта квартира муниципальная. И я думаю, самое правильное решение – это решить вопрос, чтобы вселить сюда нормальных, добропорядочных людей. Принимать решение о выселении будет суд. И жители этого дома планируют добиться от третьей власти положительного вердикта, сколько бы времени это не заняло.